Всем привет! Многие авторы снимают эксперименты и синтезы, используя чисто реактивы. У кого-то получаются хорошо, у кого-то не очень, но обычно проблем не возникает. Проблемы же начинаются при попытке получить что-либо из подручных средств. Сегодня у нас именно такое видео, в котором все пошло, конечно же, не по плану. Данное видео снято при поддержке школы химии Андрея Степенина. В качестве исходного вещества я решил взять пасту ГОИ, которая используется для полировки различных изделий. Это один из самых доступных источников оксида хрома. Именно он нам и потребуется. Примерный состав пасту ГОИ показан на экране. В моем случае паста ГОИ куплена через ebay из России. Для эксперимента я отрежу примерно половину от куска, который у меня есть. Масса чуть больше 49 грамм. Нам нужно отделить оксид хрома от других составляющих, и лучше всего с этим справится ацетон или любой другой доступный растворитель, например, керосин. Ацетон у нас продается свободно, поэтому я воспользуюсь именно им. Перед использованием пасту ГОИ желательно измельчить, но я довольно ленивый химик и просто помещаю ее в стакан. Добавляем произвольное количество ацетона и магнитный якорь для мешалки. Включаем перемешивание и оставляем на какое-то время. Можно добавить еще немного ацетона. Со временем связующие вещества растворяются, и у нас получается мелкий порошок оксида хрома на дне стакана. После завершения процесса сливаем ацетон в другую емкость и оставляем для последующего восстановления при помощи дистилляции. В емкость с оксидом хрома добавляем свежую порцию ацетона для промывки. Процедуру повторяем несколько раз. Полученный ацетон я профильтрую и оставлю на будущее. Он получается прозрачным, но с желтым оттенком. Там сейчас должен быть растворен стеарин и различные жиры. Стакан же в свою очередь приобрел матовую поверхность, и в нем можно легко кипятить воду даже без кипелок. Вернемся к оксиду хрома. Нам необходимо отфильтровать смесь, чтобы собрать осадок на фильтре. В составе могут быть водорастворимые примеси, поэтому я слегка промою осадок водой. Чтобы быстрее высаживать осадок и для более полной очистки, я промыл оксид хрома техническим спиртом. Оставляем сушиться наш продукт на воздухе. Через день он полностью высыхает, и его легко можно измельчить даже при помощи пластиковой ложечки. В итоге мы получили примерно 31 грамм оксида хрома. Это вещество крайне инертно и не реагирует с кислотами. Именно поэтому нам потребуется что-то посложнее. Следующую часть синтеза нельзя проводить в стеклянной посуде, поэтому я воспользуюсь какой-то стальной синтехнической заглушкой. Вначале попробуем провести синтез, используя стихиметрическое соотношение, а там уж как получится. Возьмем 10 грамм оксида хрома, 7,4 грамма гидроксида калия и 20 грамм нитрата калия. Добавляем все вещества в стальную емкость. Затем все это можно слегка перемешать. Полученную смесь ставим греценоплитку на максимальной мощности. Температура плавления гидроксида калия около 360 градусов. Со временем при большой температуре гидроксид калия частично реагирует с углекислым газом из воздуха, образуя карбонат калия. Местами заметно светло-желтое окрашивание из-за образования хроматов. Постепенно смесь начинает плавиться. Поскольку часть гидроксида перешла в карбонат, то можно добавить немного щелочи. Перемешивать смесь я буду стальным шпателем. Параллельно можно наблюдать термическое окисление стальной емкости, которое меняет свой цвет. Немного не хватает температуры и расплав остывает на поверхности. Поэтому можно слегка укутать все это дело фольгой. В ходе процесса я постепенно добавляю свежую порцию гидроксида калия, поскольку оксид хрома не очень-то и спешит реагировать. Возможно, нужен избыток щелочи. Я думаю, не стоит объяснять, что попадание данной смеси на кожу при большой температуре вовлечет за собой крайне неприятные последствия. Крайне не рекомендую повторять этот эксперимент. Через какое-то время даже плитка со мной согласилась и выдала ошибку о заблокированном моторе. Само собой, ведь на ней стальная ферромагнитная штука при температуре более 360 градусов. Почему именно сейчас не знаю, но нагрев пришлось прекратить досрочно. Оставляем расплав остывать самостоятельно. Я оставил его на ночь. На поверхности начали образовываться капельки раствора из-за того, что некоторые вещества в расплаве гигроскопичны. Единственный вариант достать стольба из тигля – это растворить его содержимое в воде. Используем небольшие порции. Раствор приобретает желтую окраску из-за хромат ионов. Собираем раствор в химический стакан. Очень большое количество оксида хрома не прореагировало, но его в случае чего можно использовать повторно. Напоминаю, что данное видео снято при поддержке школы химии Андрея Степенина. Это бесплатный видеокурс для 10 класса и подготовка к ЕГЭ по химии на вебинарах. Ссылка, как всегда, в описании. Вернемся к теме. Чтобы отделить раствор, воспользуемся обычной фильтрацией. Оксид хрома на фильтре промываем водой. ПАШ у полученного раствора сильно щелочной. В растворе сейчас куча соединений и кристаллизовать хромат или дехромат сразу не получится. Я буду добавлять разбавленную серную кислоту к раствору, чтобы сделать среду кислой. С кислотой реагируют карбонаты с выделением углекислого газа, но в щелочной среде он сразу же поглощается щелочью, поэтому его мало. Однако у нас появляется еще и белый осадок. Ничего из того, что есть в смеси, не должно его давать. Разве что кто-то где-то слегка удешевил пасту ГОИ, добавив туда оксид алюминия, который тоже можно использовать для полировки и который дешевле. Вот отсюда у нас и возникнут дальнейшие проблемы. Вероятно, у нас образуется гидроксид алюминия или другого амфотерного металла. Пока у нас щелочная среда, он растворяется обратно. Добавлять к смеси концентрированную кислоту не стоит из-за слишком бурной реакции, которая локально доводит раствор до кипения и частично разбрызгивает его. Стоит напомнить, что хроматы и дехроматы являются канцерогенными и могут вызывать рак. Со временем среда становится более нейтральной и образовавшийся осадок уже не растворяется. Начинается более бурное выделение углекислого газа, так как он уже не реагирует со щелочью в растворе. Коротковременно при добавлении кислоты у нас образуется оранжевое окрашивание, характерное для дехроматов. Со временем и белый гидроксид начинает растворяться. В тот момент я еще не понял, что это было, поэтому совершил ошибку. Обычное правило, если есть осадок, нужно фильтровать. В ходе сплавления возможно образование хромита калия, и его продукты реакции с кислотой мне неизвестны, поэтому на тот момент я ставил как есть. Надеялся на лучшее. Раствор получается оранжевым, однако он постепенно темнеет. Не стоит забывать о еще одном побочном продукте при сплавлении – это нитрит калия. В кислой среде он восстанавливает дихромат ионы до трехвалентного хрома, который окрашен в зеленый цвет. То есть нам даже не нужно добавлять остановитель, он уже есть в смеси. Со временем раствор становится темно-зеленым. Проверить это можно, разбавив немного раствора в воде. Хром проще всего выделить из раствора в виде его гидроксида. Карбонаты не подходят, так как для дальнейшей реакции нужен именно гидроксид. Приготовим произвольный раствор гидроксида калия или натрия. Лучше использовать гидроксид калия, так как это нам будет давать меньше примесей в конце. Но однако на данном этапе это не критично. Будем постепенно добавлять его к нашему основному раствору при постоянном перемешивании. В данном случае главное не переборщить. Помним, что гидроксид хрома реагирует с избытком щелочи, образуя растворимый комплекс. Даем раствору немного отстояться. Если слой над осадком все еще зеленого цвета, добавляем очередную порцию щелочи. Если слой почти прозрачный, больше щелочи добавлять не стоит. На следующем этапе нам нужно хорошо промыть осадок и отфильтровать его. Лучше всего под вакуумом, так как гидроксид хрома студнеобразный. Даже под вакуумом отфильтровать его крайне сложно. Советую перед фильтрацией все же промыть его водой. В моем случае я за кадром промывал его водой порциями по 200 мл в сумме около 10 раз. В итоге полученное вещество после фильтрации все еще содержит большое количество воды. Не стоит давать ему высыхать, так как оно теряет реакционную способность. Также не стоит хранить его слишком долго. Перемещаем влажный гидроксид хрома в химический стакан. Кажется, что его много, но на самом деле это не так. Остаток вещества на фильтре я перенес в стакан, используя небольшое количество воды. Готовим раствор гидроксида калия, в случае если мы будем получать хромат или дехромат калия, а не натрия. Раствор перемешиваем любым удобным способом. Добавляем его к нашему веществу небольшими порциями. В щелочной среде гидроксид хрома растворяется с образованием комплекса. Для дальнейшей реакции мы не знаем, сколько у нас гидроксида хрома. Его не взвесить, поэтому один из вариантов это давая щелочь до полного растворения. Звучит красиво, но на практике. Осадка становится все меньше. Советую не доводить до полного растворения. Во-первых, полностью он и не растворится. В щелочах присутствуют примеси карбонатов, которые и ослаждают хром. В итоге мы получаем зеленый раствор, который я отфильтрую за кадром. Следующий реактив это обычная перекись водорода из аптеки. Концентрация 3%. Для удобства я налью ее в длительную воронку, потому что добавление нужно вести по каплям. Начинаем добавление перекиси при постоянном перемешивании. Когда раствора становится слишком много, переливая раствор в большой стакан. Со временем раствор приобретает желтоватый оттенок, а чуть позже становится коричневым. Без нагрева реакция идет медленно, поэтому при перемешивании я нагрею данную смесь. Начинается разложение излишка перекиси водорода, а еще позже раствор становится желтым. Значит в растворе у нас хромат калия. Вопрос в том, насколько мы переборщили щелочи, или у нас все получилось с первого раза. Выпариваем раствор до появления первых кристаллов. Перекиси на данном этапе практически не осталось. При появлении кристаллов охлаждаем раствор в начале при комнатной температуре, а затем поставив емкость со льдом, для того чтобы выпало как можно больше кристаллов. Чтобы они были мелкие, постоянно перемешиваем раствор. Поскольку плитка немного в шоке от низкой температуры, она опять выпала в ошибку. Дальнейшее перемешивание провожу уже на самодельной мешалке, около часа. Холодный раствор фильтруем под вакуумом. Фильтруется он не то чтобы очень легко, но намного проще гидроксида хрома. На фильтре остается красивый желтый порошок, ведь так? А давайте промоем его ледяной водой. У нас остаются белые кристаллы, вероятность всего карбоната калия. У него слегка желто-крас, но это не важно. Просушу его на воздухе и пока оставлю в покое, вдруг пригодится. Причем скорее всего это кристалл гидрат. То, что это карбонат калия, можно легко проверить. Растворяем небольшое количество в воде и добавляем обычную уксусную кислоту. У нас образуется углекислый газ. Вернемся к основному раствору. Для начала добавим немного воды, чтобы увеличить объем раствора. У дихромата калия растворимость намного меньше. Попробуем получить его. На этот раз я буду добавлять соляную кислоту, так как хлорид калия более растворим в сульфат. У нас образуется углекислый газ и осадок, который теперь уж точно не является соединением хрома. В итоге у нас образуется слишком много осадка, но нужно добавлять соляную кислоту до нейтральной или слабо кислой среды. Осадок так и остается по всему объему раствора, поэтому добавим немного воды. В осадке возможен гидроксид алюминия, а в растворе дихромат калия и хлорид калия. Вопрос только в том, что будет кристаллизоваться первым. Само собой, для начала фильтруем раствор, не перемешивая, так быстрее. Оставшийся осадок промываем на фильтре водой, чтобы извлечь из него как можно больше дихромата калия. Осадок можно отбросить. Фильтрат же в свою очередь опять упариваем до образования первых кристаллов. Выпадают кристаллы белого цвета, это хлорид калия. С этим все ясно, слишком много щелочей использовалось для растворения гидроксида хрома. Повторим синтез, но уже с улучшением технологии, ведь мы учимся на ошибках. Начнем сначала, ну почти. Растворяем образовавшиеся кристаллы. В раствор добавляем соляную кислоту и изопропиловый или этиловый спирт, чаще используются последние. У меня же технический, который содержит оба. В данном случае это у нас восстановитель. Да, мы опять восстанавливаем хром до степени окисления плюс 3. Разбавляем раствор водой, чтобы было проще обращаться с осадком. Да, мы опять будем ослаждать гидроксид хрома. Как и в прошлый раз, при перемешивании добавляем раствор любой щелочи. Лучше каливать, чтобы не мешать разные виды, в случае, если мы плохо промоем осадок. Опять же, главное не переборщиться с щелочью. В этот раз осадок выглядит несколько сильнее и его меньше. В итоге, его проще промыть от примесей и отфильтровать, что я сделал уже за кадром. Итак, момент, с которого могло бы, в принципе, начаться данное видео. Берем полученный гидроксид хрома с небольшим количеством воды и нагреваем. Мы не будем растворять осадок в щелочи, как в прошлый раз. Добавляем лишь немного раствора гидроксида калия. Затем добавляем перекись водорода. Ее следует добавлять в сбытке. Часть ее разлагается при нагреве. Таким образом, попеременно добавляем щелочь и перекись. При этом перекиси больше. Все это делаем через интервал примерно в 5 минут, чтобы максимальное количество гидроксида хрома могло прореагировать. Раствор со временем приобретает коричневую окраску. Если дать немного остается раствору, видно желтое окрашивание. Продолжаем до момента, когда у нас остается немного осадка. Главное не переборщить. Даем раствору отстояться. Осадка мало, но он занимает большой объем. Фильтруем полученный раствор. После высушивания осадок приобретает коричневый оттенок. Отбрасываем за ненадобностью. Раствор выпариваем до образования кристаллов и для того, чтобы разложить избыток перекиси. Если она останется в растворе, при добавлении кислоты мы опять получим трехвалентный хром. Выпариваем в ожидании кристаллов. Слегка перестарались. По крайней мере от перекиси избавились точно. Да и в принципе на первый взгляд кристаллы довольно чистые. Мы получили хромат калия. Не это было нашей целью, поэтому растворим его в как можно меньшем количестве воды при нагревании. Я думаю несколько пылинок в растворе не помешают. Небольшими порциями добавляем соляную кислоту. В этот раз у нас сразу появляется оранжевое окрашивание, нет углекислого газа и нет осадка. По аж доводим до кислой среды. Нужно обратить внимание на фронт поднимающегося раствора, а не на часть, которая опускается в раствор. Бумажка с ним может реагировать. Выпариваем раствор до образования первых кристаллов и оставляем остывать. Фильтруем полученные кристаллы под вакуумом. Оставляем их на фильтре на какое-то время, чтобы немного просушить. Промывать на этот раз не будем, из-за малого количества вещества. Перекристаллизовать тоже особо не выйдет. В итоге мы получаем красивые оранжевые кристаллы, которые перекладываем в сушице на фильтр, чтобы впитать остатки влаги. У нас остается еще небольшое количество раствора. Я перелил его в стакан, чтобы удостовериться, что хлорид калия не начал кристаллизоваться. Первыми продолжают выпадать оранжевые кристаллы. Если бы было много вещества, можно было повторить процедуру. Если высушить раствор полностью, можно постараться механически разделить вещества и кристаллизовать дихромат заново. На дне хорошо заметны кубики хлорида калия, которые кристаллизуются отдельно. Финальный продукт на сегодня 1,27 грамма дихромата калия. В теории из 10 граммов оксида хрома мы могли бы получить 19,36 грамма дихромата калия. Выход 6,6%. С учетом того, что 7,5 грамма оксида хрома, а вернее его смеси с чем-то мы получили обратно, то в реакцию вступило 2,5 грамма. Выход составил 26,2%. Это с учетом того, что у нас нечистый оксид хрома. И вероятно его даже меньше половины в смеси. В одном из следующих видео я попробую получить дихромат из другого вещества, которое чуть более доступно. Если вы все еще думаете, что купить было проще, то нажмите кнопочку отписаться. Вы точно не знаете, куда вы попали. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok